Существует устоявшаяся фраза, что деньги любят тишину, но если у вашего бизнеса вдруг начинаются проблемы, то это уже наше дело. В эфире программа «Наше дело» мы начинаем. Сегодняшняя ситуация в стране показывает нам, как мы привыкли жить на широкую ногу и как трудно ставить себя в рамки, особенно когда дело доходит до закупа продуктов. Государство бесспорно помогает населению как может, просит бизнес также не оставаться в стороне, а бизнесу в свою очередь просто приходится подстраиваться. О том, почему из-за вируса и его последствий страдает бизнес в Акмолинской области, расскажем далее. В Акмолинской области предприниматели просят пересмотреть установленные предельные цены на социально значимые товары. По их мнению, бизнесу приходится работать в убыток, при этом требования, которые пришли вместе с карантином, также усугубляют обстановку в городе. По словам бизнесвумен Ирины Ильикиевой, поставщики привозят продукты по одной цене, а продавать их же приходится понамного заниженной. Допустим, яйца, взять яйца, они ставят нам цену 265 тенге, это наша продажная цена. Но поставщики крупные, которые к нам приходят и нам поставляют, они нам привозят по 300 тенге. Это получается, что нам надо в убыток работать. И это не только яйца, это и крупы, и масло, даже вплоть до хлеба. Что хлебопекарня нам предоставляет, получается, одну цену, а должны продавать мы совсем другой ценой. Намного дешевле. Получается, что в убыток нам. Предельные цены, кстати, установлены Министерствами торговли и интеграции, национальной экономики и сельского хозяйства. Понятно, что ситуация сложная, и просили ведь бизнес помогать. Но почему здесь никто не помогает самому бизнесу? Ясно, что для людей цены снижают. Но опять-таки, почему про поставщиков забыли? Между тем, в связи с положением в городе Исиль закрыты въезд и выезд для жителей соседних поселков, что также послужило потерей дохода. Ранее сельчане закупались в городе, и если сейчас предприниматели откажутся принимать товар у поставщиков, без продуктов могут остаться и те, и другие. Как вот, да, допустим, мне надо, вот я предприниматель. Я маленький предприниматель, у меня свое ИП. У меня есть работники, это продавцы, да, они живут на зарплату. Я также живу на то, что даст мне магазин. Если я буду работать в убыток себе, получается, в минус, как нам принесли регламент, да, с ценами. Получается, что я себе ничего не заработаю. Я вложу одну сумму, закупив этот продукт, а мне придется продать его намного дешевле, и уже, чтобы закупить новый продукт, у меня не будет денег. Пугает в этой ситуации тот факт, что с предпринимателями будут обращаться только при помощи кнута, о чем их сразу и предупредили. Выставили продукцию не так, как говорит госкомиссия, штраф на 100 мрп. Повторное такое нарушение – 200 мрп. Но почему госкомиссия действует точечно? Почему в Акмулинской области люди могут покупать яйца за 276 тенге, а в столице цена на куриное яйцо почти в два раза больше? Хотелось бы понять, чем предприниматели в области лучше и богаче, чтобы занижать цены на продукты, которые они, кстати, закупают дороже? Мой пример, да, как я своих троих детей буду кормить, если я буду работать в убыток себе, как я буду давать зарплату. И из-за этого я переживаю, и мне кажется, я просто не то, что мне кажется, я очень боюсь того, что мне придется закрыть свой магазин. Это будут без работы, получается, продавцы, и я в том же числе буду без работы. Это большая проблема, я считаю. Просто уже у людей начинается паника. Именно у предпринимателей малого бизнеса. Что очень становится сложным. Мы все понимаем, мы понимаем, какое сейчас положение в государстве. Мы понимаем, что сейчас всем очень тяжело. Мы с этим согласны. Просто когда первый регламент пришел и сказали, да, ваш процент не должен превышать 8%, да, на продукты, значит, мы должны всего 8% наценить. Мы согласились. Мы согласились, потому что мы понимаем, какое положение у государства, как мы можем, какое положение у людей. Сейчас бизнесмены просят пересмотреть регламент установленных предельных цен на розничные товары и взять этот вопрос на рассмотрение в Палате предпринимателей. Мы хотели бы, да, чтобы в первую очередь Палата предпринимателей нас услышала. Она поняла нашу проблему. Что это очень сложно, если нам придется работать по этим регламентам, что действительно будет дефицит в продуктах. Мы хотели бы, чтобы, наверное, Палата предпринимателей как-то соответственно делала цены, да, она смотрела на то, которое поставляют нам. В первую очередь проверить поставщиков, оптовые, получается, которые нам поставляют эти продукты. Потому что по-другому никак, если они нам будут привозить по таким же ценам, которые они сейчас, это получается, что убыточная работа. За превышение предельно допустимых розничных цен на социально значимые продукты предпринимателей ждет наказание в виде штрафа в размере от 265 100 тенге до 530 200 тенге. Нетрудно представить, сколько соберется штрафов с малого и среднего бизнеса, если чрезвычайное положение в стране продлено еще до конца этого месяца. Нетрудно представить, как на магазинах будут висеть таблички с надписью «Закрыто». Но разве это имели в виду, когда просили у бизнеса помощи в трудное время? Будем надеяться, что вся эта история пройдет вместе с карантином, потому что таких историй много. Президент страны Касмжумар Токаев продлил режим ЧП в стране до 1 мая. Однако далеко не все спешат в этой связи пересматривать план государственных закупок, хотя многие из них уже проходят с опозданием. Впрочем, видимо, на это имеются свои причины и интересы у уполномоченных сотрудников. Сколько нынче стоит ЗОЖ и профессиональный спорт в стране, обсудим в нашем следующем материале. За примерами далеко ходить не надо. Управление здравоохранения Карагандинской области проводит конкурс на оказание услуг по организации и проведению конференции, семинаров, форумов, конкурсов, корпоративных, спортивных, культурных, праздничных и аналогичных мероприятий. Выделяется на все это более 49 миллионов тенге. И это в то время, когда людям отовсюду твердят «сидите дома». И, видимо, для лучшего понимания подкрепляют свои слова кортежем из карет скорой помощи. Оригинально, не спорим, как и сама идея проведения данного конкурса, учитывая, что в тех спецификациях указано, что услуги предоставляются с марта по декабрь. Складывается ощущение, что, видя, какие суммы уходят непонятно на что, у наших докторов невольно опускаются руки. Инфографики, видеоролики, семинары и конференции – скорее всего, не то, что именно в данный момент необходимо казахстанскому здравоохранению. Отсутствует элементарная уверенность в завтрашнем дне. Нет гарантии, что тебя просто не уволят за то, что ты посмел обратиться к главе государства за помощью, потому как больше поддержки ждать просто неоткуда. Это на фоне того, что твое же руководство колесит по Европам, а потом не спешит изолироваться на карантин, но при этом смело выписывает себе премию. Тут уж точно своя рука владыка. Не скупиться на закупке Управления общественного развития Туркестанской области. Десятки, если не сотни миллионов тенге здесь планируют потратить на публикации позитивных имиджевых материалов, информирующих население о социально-экономическом развитии Туркестанской области. О проделанной работе по укреплению общественно-политической стабильности в городе. Публикация позитивных имиджевых материалов о ходе деятельности Акима Туркестанской области, областного маслехата, областных управлений в реализации государственной политики, а также по разъяснению статьи главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания. Семь граней великой степи». Причем суммы действительно впечатляют. Для издания на узбекском языке выделяется более 35 миллионов тенге. На русском языке публикации оценены уже 49 миллионов. Ну а за статьи на государственном языке планируют потратить более 53,5 миллионов тенге. Уважаемые жители Туркестанской области, земляки, в следующий раз, когда вы захотите пожаловаться на местную власть, просто вспомните, что на свое же восхваление она тратит сотни миллионов, а потому ругать ее даже как-то неудобно, наверное. Поэтому запаситесь терпением и ожидайте, как вам же будут рассказывать про прекрасную жизнь в регионе и просто умопомрачительную эффективность чиновников. Ну а что такого? Сделать что-то полезное и ждать, пока тебя похвалят те, для кого ты это сделал, видимо, скучно и совсем неприбыльно. А вот выделить бюджет и заказать себе хвалебную оду – сам о том. Не отказывает себе в проведении конкурса на предоставление услуг по размещению рекламы в интернете, включающую подготовку и продвижение информационных материалов, статей, публикаций, видеороликов, инфографических материалов в интернет-СМИ и социальных сетях и ТУ «СКА Фармация», заложив на все это более 46 миллионов тенге. Согласно информации с официального сайта компании, система единого дистрибьютора создана с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли Республики Казахстан, развитие фармацевтической промышленности путем консолидации государственных закупок лекарственных средств. Вот и напрашивается вопрос, зачем единому дистрибьютору реклама в интернете? О нем еще не все знают, но тем, кому надо, знают ведь. Это все равно, что рекламировать ЕНБФ, хотя в нашей стране было даже такое. А теперь время остановиться на профессиональном спорте, в частности футболе. Итак, Управление физической культуры и спорта города Шимкент в феврале провело закуп услуг по подготовке футбольных команд и участия в местных, республиканских и международных соревнованиях. Сумма лота, внимание, 6 миллиардов 250 миллионов тенге, а приглашенным участником стал футбольный клуб Ордобасе. Если разделить выделенную сумму на 12, то получится порядка 520 миллионов тенге в месяц. Учитывая, что карантин в стране продлится больше месяца, а в это время никаких соревнований не проводится, то вернет ли клуб, так сказать, сэкономленные деньги в бюджет или как? В технической спецификации данного лота указано, что выделенные средства будут направлены в том числе на комплектование команды сильнейшими футболистами-профессионалами из числа команд других стран, то есть легионерами. Но есть ощущение, что что-то необходимо менять и обратить внимание на наших ребят. Тем более, что Ордобасе давно не радует хорошими результатами в европейских турнирах, несмотря на многомиллиардные вливания и большое количество иностранных футболистов зачастую сомнительного качества. В начале марта состоялась закупка услуг по организации, подготовке и участии областной футбольной команды в чемпионате Республики Казахстан среди команд Премьер-лиги, первенствах среди команд Первой и Второй лиги, в Кубке Республики Казахстан и в Лиге Европы УЕФА по футболу в 2020 году. Заказчик Управления физической культуры и спорта Казалардинской области, победитель местный футбольный клуб «Кайсар». Сумма лота 4 миллиарда тенге. Карагандиена футбол выделяют не так много, как в Казаларде, и тем более в Шемкенте, но все равно немало. На реализацию проекта по развитию футбола в Карагандинской области в рамках государственного социального заказа здесь выделили 2 миллиарда 580 миллионов тенге. Как сказали бы на юге, мелочь, а приятно. Обиднее всего, что большая часть всех этих выделяемых денег достается иностранным футболистам, тренерам и руководителям сомнительной репутацией. Детский спорт финансируется по остаточному принципу, а сказать, что финансовая деятельность клубов и вовсе не отличается прозрачностью, значит ничего не сказать. На сегодня у нас все. Мы будем и дальше следить за государственными закупками и выяснять, кто на что решил потратить бюджетные средства. Существует устоявшаяся фраза, что деньги любят тишину, но если у вашего бизнеса вдруг начинаются проблемы, то это уже наше дело. Обращайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова